Зимний режим содержания улиц начинается ежегодно 15 октября и заканчивается 15 апреля. К началу этого периода подрядные организации обязаны подготовить всю необходимую технику, организовать круглосуточное дежурство, а также создать запасы противогололедных материалов. Не так давно, еще 10 лет назад, в городе применялась только песко-соляная смесь. И соответственно, те последствия, которые были на дороге, мы все с вами видели. Потом тихонько мы начали уходить от применения песко-соляной смеси, ушли на реагенты типа Галит, тип А, тип Б. В зависимости от температурного режима, в зависимости от величины снежного покрова пользуются либо одним, либо другим. Любой противогололедный материал – это та или иная соль. Галит – это сухой материал, который применяется при температуре до минус 20 градусов. В течение нескольких последних лет дорожные службы начали прорабатывать применение и других форм реагентов. К песко-соляной смеси и Галиту в арсенале хозяйственников добавились жидкие реагенты на основе натриевых солей. В этом году мы будем применять 3-4 вида противогололедных материалов. То бишь, это традиционные Галиты двух видов. Это жидкий реагент, это бионорд для тротуаров, для того, чтобы на тротуарах мы могли навести порядок. И это определенная часть песко-соляной смеси, которая применяется для дорог с большими уклонами, применяется при очень низких температурах. По мнению специалистов, такая схема противогололедной обработки дорог и улиц дает возможность оперативно готовить город к заморозкам и снегопадам. И говоря профессиональным языком, не поймать накат при перепаде температур. Но вот решение проблемы с лякоти и испорченной реагентами обуви, к сожалению, пока ждать не приходится.